Дорогие друзья, я рад вас всех приветствовать на своем ютуб канале, сразу же сделаю небольшую новость. В рамках турнира ACA 150 пройдет огромное количество боев, соответственно, ребят, на этот турнир на своем ютуб канале я буду вести стрим, как всегда, в удобное, кстати, на этот раз для вас, для всех, да и, в принципе, для меня тоже время, да, поэтому буду ждать вас в пятницу. В 15.30 по московскому времени стартует данный ивент, мы будем лайвить, мы будем смотреть турнир, да, мы будем общаться друг с другом, поэтому всех вас жду на своем стриме. Огромная просьба также, ребят, сейчас нажмите на паузу, да, соответственно, поставьте лайк под этот ролик, ну и те, кто не подписан на мой ютуб канал, обязательно подписывайтесь для того, чтобы не пропускать новые выпуски и для того, чтобы не пропустить стрим. Я напомню, что стрим у нас будет посвящен лайв ставкам, соответственно, да, будем газовать по полной, в этом можете не сомневаться. Ребят, действительно, хочу сказать, что в рамках турнира ACS 150 будет огромное количество потрясающих поединков и тот бой, о котором мы сегодня поговорим, это прямой конкурент практически любому, да, чемпионскому поединку в рамках турнира сильнейшей лиги, да, UFC. Я думаю, что данное противостояние не оставит никого из фанатов, из болельщиков, да, равнодушными, и сегодня мы поговорим о поединке, который пройдет в полулегкой весовой категории, где встретится действующий чемпион лиги ACS Алихан Сулейманов, и на этот раз претендентом становится Ислам Амаров, который является непобежденным. В общем, в сегодняшнем выпуске мы, как всегда, по классике, да, поговорим о бойцах, разберем их бойцовские карьеры, ну и, конечно же, будем искать варианты для ставок. Да, кстати, ребят, напомню, чтобы вы не забывали подписываться на мой телеграм-канал, куда я сбрасываю скриншоты со ставками, ссылочка, да, на телегу будет в описании под этим роликом и также в закрепленном комментарии. Ну и буквально, ребят, сейчас отойду немножко от турнира ACS, да, хочу подвести небольшие итоги турнира UFC Fight Night, соответственно, хотелось бы сказать, во-первых, высказаться по первому поединку, который я разбирал у себя на своем YouTube-канале, да, в котором, соответственно, Арман Царукьян одержал победу единогласным решением судей, соответственно, давал я ставочку на то, что бой будет полный, да, то есть, в принципе, поединок действительно выдался, очень конкурентным, ну, действительно, стоит подчеркнуть, что Арман Царукьян показал хорошую форму, хорошую борьбу, хороший контроль в партере, да, ну, и, в принципе, без каких-либо вопросов одержал победу над Дамиром и Смогуловым. И также хотелось бы буквально пару слов высказаться по поводу поединка среди Акубок Кахрамонова, да, против, соответственно, Саида Нурмагомедова, ну, тот бой вы сами, в принципе, я думаю, видели, пересматривали. Кахрамонов выигрывал в том противостоянии, но, к сожалению, для него попался он на удушающий прием, а так, в принципе, без вопросов он забрал первый раунд, он забирал второй раунд, но, к сожалению, бывает такое, да, когда бойцы проигрывают, это как раз-таки тот случай. То есть, в принципе, тот прогноз, который я дал, тот анализ, который я выкатил по тому поединку, он работал, но работал до определенного момента. Саид, к сожалению, вам может, ну, в смысле, к сожалению для меня, а к счастью для него, да, смог все-таки найти удушающий прием и одержать победу, с чем я, в принципе, его и поздравляю. В общем, в принципе, турнир получился неплохой, главный бой вечера, честно скажу, да, Стриклэнт против Канонира, я уже засыпал под этот поединок, потому что он меня вообще не впечатлил, я не получил тех самых эмоций, которые я хотел получить, ну, в принципе, если у кого-то есть другие эмоции, можете написать про это в комментариях. В общем, ребят, возвращаемся мы к нашему чемпионскому поединку, да, как я уже сказал, сейчас поговорим о бойцах, о их бойцовских карьерах, ну и, конечно же, будем искать различные варианты для ставок. Погнали к разбору. Предлагаю этот разбор начать с претендента на чемпионский пояс, это Ислам Амаров, боец, который в любительской, скажем так, карьере, да, добился очень высоких результатов, он становился чемпионом России, двукратным чемпионом Европы, да, по ММА, кубок мира по ММА также забрал, ну и, в общем, решил, да, скажем так, действовать, дальше двигаться уже в профессиональном ММА, дебютировал, начал показывать хорошие результаты, был подписан в AC в 2020 году, соответственно, вышел на коротком уведомлении против Абдул-Рахмана Тимирова, соответственно, выиграл его, и тогда, если я не ошибаюсь, друзья, тогда Ислам Амаров шел каким-то космическим андердогом, коэффициент на него там по трешку был, но никаких шансов он своему оппоненту не оставил, да, и, соответственно, одержал победу уверенную, да, как я уже сказал, решением судей. После этого встретился против Замира Арипшева, также уверенная победа решением судей, дальше действительно начали AC предлагать ему громкие поединки, встретился он против Биберта Туменова, тогда шел андердогом, действительно потрясающий бой выдали бойцы, да, очень конкурентный поединок, ну и, соответственно, тогда Ислам Амаров все-таки смог взять верх за счет того, что действительно у него высочайшая по классу борьба, ну и, соответственно, благодаря ей одержал победу решением судей. После этого встретился против Джихада Юнусова, еще одного потрясающего спортсмена лиги AC, крутейший бой, я бы, наверное, все-таки этот поединок отнес к боям года, как минимум, да, потому что огромное количество потрясающих борцовских элементов мы увидели с вами в этом поединке. И, друзья, кто не смотрел вот эти два боя, о которых я говорю, то есть Амаров, да, против Туменова, против Джихада Юнусова, обязательно гляньте, я больше чем уверен, что вы получите огромное удовольствие, посмотрев данные конкурентные бои. Ну и, соответственно, Ислам Амаров одержал победу над Джихадом Юнусовым, единогласным решением судей, там, по-моему, если я не ошибаюсь, все судьи поставили 30-27 в пользу Амарова, соответственно, крайний свой поединок Амаров провел против Маркуса Родригеса, которого задушил в третьем раунде, и таким образом сейчас на данный момент идет без поражений 12-0 его профессиональный рекорд. В общем, переходим к его бойцовским качествам. Стоит подчеркнуть, что у этого спортсмена действительно потрясающая борьба, у него отличный контроль в партере, у него действительно хорошие по таймингу тейкдауны, да, также хорошая оборонительная техника в борьбе, в принципе, также в партере, да, чувствует себя максимально комфортно, может менять позиции, да, работает гранден паундом, может просто законтролировать своего оппонента. Что касается стойки, то, да, это его не сильная сторона, но видно, что он прогрессирует, что он развивается в этом аспекте, но в большинстве случаев ударную технику он использует для того, чтобы как раз-таки сократить дистанцию со своим оппонентом максимально, да, и уже, соответственно, по таймингу залететь к тому в ноги, перевести его и уже дальше работать и чувствовать себя как рыба в воде, да, в партере. Что касается его кардио, мы видели его на дистанции в три раунда, да, с тем же самым Туменовым Бибертом, с тем же самым Джихадом Юнусовым, да, одним из просто красавчиков лиги АСЕ, потому что действительно, вот я когда смотрю поединки Джихада Юнусова, я получаю огромное удовольствие, потому что этот боец всегда идет до конца, и когда я вспоминаю, как Джихад Юнусов потушил Лимбергера, ребят, это незабываемый момент, да, там удар с локтя был, максимально жесткий, прям страшенный нокаут, и я думаю, что как раз-таки вот этот поединок Юнусова против Лимбергера, это нокаут года, на мой взгляд, как минимум, то есть потрясающе. В общем, в принципе, как я уже сказал, да, по кардио у него проблем нет, здесь у нас пятираундовый поединок, я думаю, что все-таки так же рискну предположить, да, что в плане функционалки он будет готов потрясающе. И переходим мы к действующему чемпиону лиги ACA, это Алихан Сулейманов, боец, который, как только стартовала его, да, профессиональная карьера, он сразу же подписал контракт с ACB, участвовал в гран-при там, соответственно, два поединка выиграл, к сожалению, для него в третьем поединке, да, не смог одержать победу, был подписан в ACB Young Eagles, ну, это, соответственно, скажем так, такая площадка для тех, кто не в курсе, которая дает старт бойцам уже в основную лигу, ну, то есть приблизительно, если кто-то не разбирается в этом, приблизительно это такая же ситуация, как вот есть у нас UFC, да, и, соответственно, есть сезон ТАФа, то есть в ТАФе бойцы показывают свой уровень, только в ТАФе там, получается, на выбывание, а в ACB, ну, по крайней мере, так раньше было, в ACB Young Eagles, ты просто показываешь свои поединки, если ты выигрываешь большинство боев, да, показываешь хорошие результаты, то тебя уже подписывают в основную лигу ACB, вот, в принципе, там действительно Алихан Сулейманов смог выйти на победный стрик из трех боев подряд, причем все досрочно, удушкой, ну, и, в принципе, подписали его в основную лигу в ACB, да, но, к сожалению, для него Даниэлю Крауфорду, он проиграл досрочно техническим нокаутом, соответственно, после того, как ACB, скажем так, соединились вместе с промоушеном WFCA, у нас получилась лига ACA, да, и с ней Алихан Сулейманов, естественно, подписал контракт, ну, или они с ним, проще говоря, сейчас WFCA не знает поражений, значит, встречался с такими бойцами, как Касимханов, да, которого прошел, также был поединок против Курбана Тайгибова, кстати, очень крутой бой, да, против Тайгибова и очень быстро задушил тогда Алихан Сулейманов своего оппонента и показал намерение, как минимум, да, около чемпионского уровня, ну, соответственно, после этого Линбергера прошел досрочно и свой крайний поединок за временный чемпионский поезд встретился против Филиппа Фройса, которого задушил, если я ничего не путаю, в четвертом раунде, очень, скажем так, редким на сегодняшний день приемом Север-Юг, да, ну, и, соответственно, стал временным чемпионом промоутерской компании, имею в виду, да, ASEA. В общем, переходим к его бойцовским качествам, здесь тут подчеркнуть, что это разносторонний, да, развитый боец, который готов работать абсолютно во всех плоскостях ММА, то есть его, конечно же, сильная сторона — это борьба, это борьба, это грэпплинг, причем все это так же, как у его оппонента находится на космическом каком-то уровне, то есть еще раз подчеркнуть стоит, включив моменты, что у него очень крутые по таймингу тейкдауны, потрясающий контроль в партере, то есть если он переводит своих оппонентов, да, то это не тот боец, который будет просто лежать и набирать очки, это боец, который будет менять положение, менять постоянно позиции, угрожать какими-то удушающими приемами, либо просто будет подключать мощный гранденпаунд, от которого, естественно, бойцам, которые находятся под ним, будет некомфортно работать, они будут пытаться вылезти из партера, да, и, соответственно, допускать ошибки, и именно на этих ошибках Алихан Сулейманов как раз-таки ловит своих оппонентов, и, как правило, заканчивает поединки досрочно удушающими приемами. В общем, борьба действительно на очень высоком уровне. Что касается его стойки, то также стоит подчеркнуть, если в начале его профессиональной карьеры также там были какие-то определенные проблемы, то сейчас его стойка действительно на другом уровне, хорошая комбинационная работа присутствует, миксует удары как с рук, так и с ног, да, ну и, соответственно, стоит подчеркнуть, что, естественно, его сильная сторона, на мой взгляд, это борьба. Были у меня вопросы по его кардио в поединке, да, против Филиппа Фройса, но вопросов у меня никаких не осталось, потому что Филиппа Фройс это бывший чемпион этого промоушена, также это боец максимально выносливый, боец, который умеет хорошо работать в стойке, боец, который также потрясающе борется, но Алихан Сулейманов никаких вообще шансов Филиппа Фройсу не оставил. Первый, второй, третий раунд заборол его просто в одну калитку, да, ну и, соответственно, в четвертом раунде смог финишировать. В четвертом раунде, кстати, Сулейманов по кардио смотрелся действительно очень круто, поэтому я заявляю, что у данного спортсмена кардио находится на высоком уровне. Ну что ж, друзья, наконец-таки мы плавно подбираемся к заключительному этапу нашего разбора, это прогноз на этот поединок, и действительно здесь, как и во всех других, да, моих аналитических разборах, здесь стоит обратить внимание на ключевые аспекты, такие как ударная техника, борьба, кардио и, соответственно, оппозиция. Что касается оппозиции, друзья, то здесь, в принципе, я думаю, что смело можно поставить знак равенства между этими бойцами, да, потому что все-таки Алихан Сулейманов побеждал таких бойцов, как Курбан Тайгибов, это топовый боец лиги АСЕ, Филиппо Фройс, это бывший чемпион также, да, лиги, ну и, соответственно, если мы посмотрим на громкие имена Амарова, то это также Бибертуменов, да, который стремится сейчас все-таки к тому, чтобы завоевать чемпионский пояс АСЕ, Джихад Юнусов, это тоже топовый боец лиги, поэтому, в принципе, здесь, я думаю, что смело можно поставить между этими бойцами знак равенства. Именно в оппозиции. Что касается кардио, друзья, то, вы знаете, и здесь, в этом аспекте, я не вижу фаворита, то есть оба бойца отлично чувствуют себя в функционалке, да, хорошо дышат, при том, что у них очень энергозатратные, скажем так, манеры ведения поединков, да, потому что борьба отнимает огромное количество сил, на нее нужен реально огромный бензобак, как минимум литров на 300, поэтому, друзья, поэтому я считаю, что здесь, наверное, тоже плюс-минус все должно быть одинаково. Что касается ударной техники, друзья, то вот здесь уже немножко ситуация у меня, по крайней мере, в моей голове складывается немного по-другому, да, потому что если посмотреть на стойку, повторюсь еще раз, те поединки, которые я посмотрел у Ислама Амарова, кстати, многие, кто меня давно смотрит, они знают, что я за Амарова постоянно топлю, и мне это действительно, боец, очень нравится. Несмотря на все это, несмотря на мои симпатии к этому спортсмену, мне, лично мне, да, больше понравилась стойка конкретно у действующего чемпиона, у Лихана Сулейманова, потому что, во-первых, комбинационная работа хорошая присутствует, в его ударах есть нокаутирующая мощь, того же самого Филиппа Фройса в четвертом раунде, он потряс и потряс очень плотно. Мы знаем, конечно, что бразильцы это очень крепкие ребята, да, они готовы там кучу ударов выдержать, они готовы вставать после того, как их жесточайший нокдаун отправили, потому что, ну, раскрывать все фишки не будем, да, потому что, я думаю, многие из вас понимают, что эти ребята любители, скажем так, гречневой каши, вот, ну и, соответственно, я считаю, что в комбинационной работе, в техническом плане, Алихан Сулейманов должен выглядеть предпочтительнее, совсем небольшое предпочтение, да, я ему отдаю, если искать в процентовке, то это где-то 55 на 45 в пользу, соответственно, Алихана Сулейманова. Ну и у нас остается ключевой, главный аспект, и, скажем так, аспект, который является сильной стороной как одного спортсмена, так и другого, то есть, соответственно, это борьба. Если мы посмотрим на борьбу, то, опять же, Ислам Амаров с кем боролся? Он борол базового ударника, боксера Биберта Туменова, но нужно заметить, что у Биберта очень крутая защита от тегдаунов, несмотря на то, что его стиль это бокс, это ударная техника, да, он любит в своих поединках конкретно размениваться, порубиться, да, он уже не раз нам это демонстрировал, у него отличная защита от тегдаунов. Ислам Амаров очень круто борол Биберта, в принципе, занимал хорошие позиции, да, там где-то местами Биберт вылазил, но большинство конкретно акцентированных действий, за счет которых и Амаров одержал победу, это была борьба. Что касается поединка против Джихада Юнусова, вот там, когда уже Амаров встретился с бойцом, у которого борьба, скажем так, находится на высоком уровне, вот там были некоторые звоночки, каких-то серьезных проблем не было, да, потому что Амаров частенько там пытался накинуть удушку, да, Юнусову, пытался его финишировать, но мы знаем, что Джихад Юнусов это не тот боец, который, которого можно задушить, вот взять просто так и задушить. Это максимально такой настырный, максимально духовитый боец, который постоянно прет вперед, и ему абсолютно без разницы, кто против него стоит. Вот за это действительно я вот кайфую от его боев, я хочу пожелать Юнусову удачи, да, хочу пожелать ему крепкого здоровья. Он, кстати, на этом турнире также будет выступать. Вот, соответственно, возвращаясь к борьбе Юнусова против Амарова, вот повторюсь еще раз, да, там у Амарова не все так гладко получалось. Да, он забрал тот поединок, но Юнусов и свиповал, и занимал доминирующие позиции, да, ненадолго, но все это было, то есть Амаров допускал определенного рода ошибки в грэплинге, да, в партере я имею в виду уже непосредственно, благодаря которым Юнусов, в принципе, там эпизодами смотрелся очень круто. Если мы посмотрим на крайние поединки Алихана Сулейманова, да, в принципе, у него, как таково, борцов хороших не было. То есть тот же самый Филиппо Фройс, да, у него есть черный пояс, но там Филиппо Фройс вообще не мог раскрыть все свои навыки в грэплинге, в БЖЖ, да, потому что Алихан его настолько плотно контролировал, что сделать вообще что-либо Филиппо Фройс просто не мог. Лимбергер, да, вроде тоже черный пояс, но Лимбергер это боец, у которого, ну, в стойке неплохая борьба, в партере, в принципе, его, как мы видим, да, сейчас у него там все печально складывается, я имею в виду по его статистике, в партере его можно, в принципе, загонять. Курбан Тайгибов, да, это тоже боец, у которого в стойке хорошая борьба, который хорошо защищается от тейкдаунов, но Алихан Вахаев настолько, Алихан, говорю, Вахаев, прошу прощения, Алихан Сулейманов настолько грамотно сработал в стойке, настолько, я имею в виду перевел в стойке, в смысле, да, перевел Курбана Тайгибова и сразу же вышел на удушающий прием, причем, по-моему, там удушка пошла через челюсть, то есть настолько молниеносная борьба, настолько грамотно было все спланировано, что здесь, как говорится, можно только похлопать. Поэтому, в принципе, в борьбе, я думаю, что этот поединок будет проходить большую часть, скорее всего, да, в борьбе, и вот здесь будет максимально интересно, кто же в этом аспекте будет выглядеть лучше. Признаюсь честно, ребят, признаюсь честно, для меня крайне сложно выбрать, кто будет лучше в партере, в борьбе в стойке, в принципе, в целом, да. Рискну предположить, что в борьбе, я имею в виду в грэплинге, да, в партере, небольшое преимущество будет находиться на стороне Алихана Сулейманова. Небольшое, опять же таки, в процентовке, я бы где-то поставил 51 на 49. Ну, ни больше, ни меньше, плюс-минус вот такие вот цифры. В плане борьбы именно в стойке, опять же таки, здесь, ну, я до конца не понимаю, да, потому что и у одного нереальная борьба, и у другого нереальная борьба. Вдруг получится так, как мы с вами привыкли, да, видеть, когда бойцы выходят, и у них борьба на высочайшем уровне у обоих, поединки частенько проходят в стойке. Если будет именно такой расклад, то я считаю, что фаворит Алихан Сулейманов должен быть фаворитом в данном поединке, да. Ну, и опять же, я думаю, что все карты нам конкретно этот поединок раскроют уже, когда мы его целиком увидим, да, потому что сейчас говорить, у кого борьба находится выше уровнем, ну, действительно, это очень сложно, это практически, друзья, мне кажется, нереально, не увидев этот бой. В общем, что мы имеем? Резюмируя все то, что я сказал, я считаю, что здесь для меня, мне кажется, самая близкая ставка, которая здесь может быть, это тотал больше по раундам. Я не думаю, что здесь будет ранняя досрочка. Если она здесь будет, то, скорее всего, рискну предположить, что она будет уже в каких-то поздних, возможно, чемпионских раундах. Может, кто-то подсядет по карте, да, у кого-то с функционалкой будут проблемы. Вот там, да, там может быть досрочное поражение, но пока бойцы свежие, пока бойцы, там, первый-второй раунд, как минимум, я думаю, что они отработают, поэтому основная моя ставка, друзья, это тотал больше по раундам. Если букмекеры дадут линию, то тотал больше двух с половиной, то есть, соответственно, по фунтбету это третий раунд начнется, тотал больше трех с половиной, четвертый раунд начнется, я думаю, такими вариантами можно будет здесь воспользоваться. Если мы говорим о победителе, потому что многие, естественно, здесь собрались для того, чтобы, да, послушать, а кто же все-таки одержит победу в этом поединке, вы знаете, небольшое преимущество, опять же, повторюсь, за счет того, что если мы ставим в таких аспектах, как кардио, в таких аспектах, как борьба, да, ничью, ну и, соответственно, небольшое преимущество в стойке я отдал на сторону Алихана Сулейманова, соответственно, я считаю, что, скорее всего, он здесь будет фаворитом. Возможно, здесь коэффициенты будут близкие, я бы, если бы я был букмекером, я бы здесь выставил 1,9 или 1,95 на 1,95, потому что бойцы действительно очень высокого уровня, и, как я сказал в начале этого ролика, ребят, этот поединок, если будет ставка на бонус, то есть кто-то из бойцов получит бонус, да, или просто бой вечера, я думаю, что такой ставочкой тоже можно будет воспользоваться, потому что данный поединок уже предвещает как минимум бой вечера, да, и я очень сильно буду надеяться, что, возможно, он даже получит статусы бой года. В общем, друзья, всем огромное спасибо за внимание, не забывайте подписываться на мой YouTube-канал, повторюсь еще раз, да, подписку оформляйте на YouTube, прожимайте колокольчик, на этот ASEA, на этот турнир ASEA 150 будет стрим, я вас всех приглашаю, всех буду ждать, будем, как всегда, там, газовать. Но у меня на сегодня все, друзья, я вынужден с вами попрощаться, да, всем большое спасибо за внимание, всем пока и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok